Проблема ветхого и аварийного жилья, состояния имеющегося жилищного фонда и перспективы развития ситуации в жилищной сфере, всегда волновали Артёмовцев, да и всех жителей нашей области. В рамках совещания губернатора региона и членов совета при губернаторе с главами муниципальных образований Свердловской области по реализации приоритетных национальных проектов, в котором приняли участие глава Артёмовского городского округа Ольга Кузнецова и глава городской администрации Татьяна Позняк, съемочная группа телекомпании Альтекс Медиа пообщалась с министром энергетики и ЖКХ Свердловской области Николаем Смирновым, который поделился своими надеждами на результаты, которые должны быть достигнуты в сфере ЖКХ в будущем году. Самое главное это то, чтобы те катаклизмы, которые были в прошлом году, в позапрошлом году, они хоть и были единичны, но тем не менее не затронули часть населения Свердловской области, поэтому нам бы хотелось, чтобы наступающий год он был более оптимистичен, чтобы жители по возможности не замечали того огромного труда, который осуществляют сотрудники и работники ЖКХ, чтобы то тепло, свет, которое есть в квартирах, это было естественно и нормальные условия, и чтобы люди никогда по возможности не обращались по каким-то неотложным мерам к специалистам нашей отрасли. Конечно же, нынешние колебания на валютном рынке могут не в лучшую сторону отразиться на планах в сфере развития ЖКХ региона. Нельзя отрицать, что жилкомхоз региона в отдельных случаях напрямую зависит от иностранных технологий, которые в своем обслуживании используют импортные же комплектующие. Однако Николай Борисович не разделяет опасений граждан. Как специалист он видит решение проблемы в том курсе на импортозамещение, который наш регион активно проводит. Принципиально у нас в основном используются отечественные оборудования, материалы. Единственное только, что при строительстве новых котельных ряд оборудований есть импортное. Но я думаю так, что в рамках программы импортозамещения такие заказы будут размещены на предприятиях, в том числе и Свердловской области. Поэтому я думаю так, что принципиально это не скажет никакой роли. Многих артемовцев новые меры и методики, которые областное правительство использует при решении проблемы капитального ремонта жилищного фонда, ввели в некоторое замешательство. Не всем достаточно ясно, почему они должны платить заранее за те работы, которые еще не проведены. По словам министра энергетики ЖКХ, Свердловской области все эти меры абсолютно законны. И в перспективе должны реально повлиять не только на качество и сроки выполнения работ, но и позволить выстраивать работу поэтапно, что позволит избежать неоправданных затрат и иметь конечный, понятный каждому план мероприятий. В соответствии с федеральным законом, это изменение и в жилищный кодекс, то есть в пятый федеральный закон, все собственники, подчеркиваю, не только жители, но все собственники помещений обязаны оплачивать капитальный ремонт. Ставка утверждается постановлением правительства Свердловской области, она уже утверждена. Поэтому с ноября месяца все собственники, это и жители, и собственники, юридические лица, и муниципалитет, как собственник неприватизированных помещений, обязаны ежемесячно оплачивать плату за капитальный ремонт. А уже правительство Свердловской области будет отслеживать с тем, чтобы эти средства были использованы целевым образом, эффективно и в соответствии с графиком ремонтные работы были бы проведены на всех домах Свердловской области, в том числе и город Артемовский. Беспокоит Артемовцев и та ситуация, которая сложилась с реорганизацией управляющих компаний, которые как-то незаметно стали обслуживающими. Грядет серьезная работа по лицензированию их деятельности, которая грозит ликвидацией многих подобных компаний. Пока жители нашего города гадают, каким последствиям могут привести подобные серьезные изменения, министр энергетики и ЖКХ региона с достаточным оптимизмом смотрит в будущее и считает, что реорганизация в сфере управления и обслуживания жилфонда региона на данном этапе просто необходима. Это действительно один из тех плановых шагов, которые есть по обеспечению прозрачности в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Это наведение порядка в сфере управляющих компаний, потому что у нас, с одной стороны, их излишне много, а с другой стороны, именно добросовестных управляющих компаний все-таки не так много, как нам хотелось. Поэтому я уверен, что после окончания лицензирования число управляющих компаний будет уменьшено. Это позволит им более экономически эффективно вести свой бизнес и в то же время останется только те прозрачности, которые хотят и могут работать цивилизованно, правильно, на благо населения.